мои прекрасные зрители здравствуйте вот так кстати выглядит оливы у нас осень осень в полном разгаре у нас потеплело сегодня я выгляжу вот так как раз таки потому что у нас потеплело я сегодня без пальто в куртке в платье под платьем конечно же термобелье я об этом рассказывала трюки это позволяет многим модницам выглядеть скажем так на легке самое обычное термобелье сделанное либо из тонкой шерсти либо из тонкой шерсти кашемира покажу вам трюк при помощи которого я надеваю сумку почему-то очень многие подумали что я как-то сложно ее надевание с обычной позиции кросс бодибега вот таким образом поправив у меня просто зацепился зацепилась цепочка с рукав поправив таким образом накинув на плечи оставшуюся часть ремня вы получите сумку которая у вас никуда не съезжает это кстати в особенности важно на вещах из гладкой кожи и для меня это важно потому что волосы постоянно попадают если постоянно поправлять сумку которая так или иначе спускается с плеча вот таким образом однажды надев я целый день хожу сегодня я зашла на самом деле погреться в торговый центр хоть и тепло у нас и увидела пуховики я поняла что тему пуховиков интересно я люблю пуховики когда-то на заре своего канала я говорила что сейчас на мой взгляд лучшее вложение это как раз таки пуховик тогда было очень сложно эти классные объемные пуховики и как вы видите и сложно найти и сейчас я нахожусь достаточно большом торговом центре и я нашла всего три пуховика кстати вот пальто плед многим тоже она нравится подобные пальто пледа внимание очень часто здесь в италии носят поверх кожаных курток поверх до поверх всего на самом деле носят ведь они действительно очень объемная обязательно стритстали обращу на это внимание и так нам понадобится куртка для того лука который я хочу составить сейчас я вам покажу что я имею ввиду с очень широкой прострочкой куртка должна быть очень объемной вот наподобие такой это куртка киара феррани наподобие такой кстати подобные куртки традиционно можно посмотреть и в мужском отделе у моего мужа есть куртка пуховик конечно же он не разрешает мне ее братья использовать и носить даже на съемку хотя нет на съемку пару раз давал вот примерно так должен выглядеть пуховик для того чтобы создать внимание образ с классическим низом вы возможно обратили внимание по крайней мере я всегда говорю об этом что итальянки очень любят юбку карандаш плюс сапоги и ботильоны небольшой каблук возможно балетки возможно макосины лоферы и сверху пуховик я же предлагаю сделать этот образ более уютным и более актуальным и взять пуховик на четыре размера больше чтобы носить красиво оверсайз вы действительно должны понимать что ваша вещь должна быть вам очень и очень велика она должна быть либо из мужского отдела либо и женского но намного больше этот пуховик стоит 450 евро я взяла размер 46 мне не очень понравилась застежка такая явная я предпочитаю классический а в этот пуховик стоит дешевле 250 евро если я не ошибаюсь это же я взяла большой размер мне не видно за строчкой монтажа а кстати вот этот пуховик был 46 размера и это то что нужно это то что нужно в идеале пуховик должен иметь небольшую резинку снизу но как вы видите на этом пуховике и и нет и все равно смотрится очень здорово этот пуховик я бы носила затянутым запахнутым слегка приспустив с одного плеча вот таким образом плотно перехватив его ремнем либо двумя ремнями тонкими как мы видели на витрине максмара либо заколов его брошкой либо заколов брошкой вот таким образом плюс надев какой-нибудь текстильный ремень ленту ну в общем то что называется утянулась потуже кстати ремень на пуховике на шубе на пальто это очень функционально это позволяет не проникать воздуху я всегда утягиваюсь максимально возможно не потому что я хочу себе тонкую талию хотя я конечно же и себе хочу а потому что это позволяет мне действительно не мерзнуть улыбнусь вам без маски маску нужно носить постоянно просто невозможно и по мере еще раз розовый пуховик на мой взгляд пуховик темный смотрелся на мне лучше внимание на линию плеча линия плеча должна быть либо изначально реглан либо очень и очень спущена прямо таких середине плеча вот чтобы не было такого эффекта как на этом пуховике вот так куценько и видите горизонтальная прострочка слишком мелкая кстати этот пуховик двусторонний если я его выворачиваю он смотрится вообще как бомбер но как слегка великоватый бомбер это не оверсайз именно из-за плеча кстати очень красивая вышивка сзади но то как смотрится этот пуховик сейчас на мне мне не нравится для такого образа пуховик должен быть как облако но при этом он должен быть коротким при этом желательно на нем обозначить талию если нет на нем должна быть резинка снизу и вот на мой взгляд таким образом получится стресс-талерский образ если бы у меня спросили я на как носить пуховик короткий именно вот в сезон когда ну еще не очень холодно я бы носила только так с классическим платьем с классической юбкой возможно плясированная юбка также невозможно на эти ветра на бы сюда подошла на самом деле любую платье бы подошло. То есть вот играть на контрасте красивого женского образа, и чтобы создавалось ощущение, как часто создавалось у нас раньше, ощущение с белыми кроссовками. Было такое ощущение, что мы надели их для удобства, чтобы добежать и потом переобуться в лодочке, либо в более красивую, изящную обувь. И вот этот пуховик, когда мы набрасываем, мы должны его набрасывать на такую базу, чтобы у смотрящего на нас создавалось ощущение, что вот мы просто замезли из чужого плеча, кто-то дал нам пуховичок погреться. Эта куртка мне очень понравилась, кстати, она бы тоже подошла для этого образа, но это не пуховик. Это куртка в стиле милитари, рубашка. Они тоже очень и очень популярны. Ну что ж, я переодеваюсь. Могу сказать, что стопроцентно тот пуховик, который бы я сюда подобрала, я все-таки не встретила. Если встречу, обязательно пример. Единственное, что я все-таки не всегда в платье, не всегда в ботфордах. Повторюсь, для этой компоновки мне нужен был именно такой очень классический низ и вообще классическая база. Не могу не заметить наброшенный пиджак на плечи. Кстати, я уже вижу не в первый раз пиджак на пиджак. И вот эти тонкие пуховики, которые носятся самостоятельно в качестве жакета. Очень на самом деле силуэтно. Образ похож на образ. С жакетом итальянки их очень любят. И вы знаете, мне стало нравиться. Вообще, я сегодня задумалась о том, что очень часто мы достаточно лояльно воспринимаем то, к чему мы привыкли. Вот я поняла, что белая маска на лице, но это практически красиво. То есть вот в реалиях сегодняшнего времени. А черная маска кажется, как будто бы у женщины борода. Леопардовая маска кажется, что у женщины какие-то дырки на лице. Вот на самом деле все то, к чему мы привыкаем, все то, на что мы часто смотрим, все то, что мы часто видим, то в нашем сознании на самом деле достаточно красивым нам и кажется. Посмотрите на рекламную кампанию фирмы Louis Vuitton. Что вы видите? Я вижу ветровку, заправленную в джинсы. Ветровку, заправленную в джинсы, как рубашку мы заправляем. Вот я думаю, что если среднестатистическая модница наденет вот так, ветровку заправив внутрь, многие над ней даже посмеются. А многие не поймут, почему она так оделась. Но при этом, если говорить о моде, вот эта вот фэшн-смелость, она очень и очень важна. Для того, чтобы выглядеть классно, стильно и чувствовать себя комфортно вот в этих новых тенденциях, необходимо обладать определенной долей смелости, определенной долей нестандартности в том же. Очень многие заметили, что я подогнула куртку свою. И многие написали, Яна, как-то странно смотрится, зачем вы подогнули? Я подогнула лишь за тем, что вот к этим джинсам, в которых я была, широкие джинсы, эта куртка смотрелась лучше в укороченном варианте. То есть вот я опять надела, подумала, что будет хорошо. Да, было неплохо, но было еще лучше, когда я взяла, я просто убрала резинку под саму куртку. Куртка очень узкая. На мой взгляд, силуэтно этот образ стал для меня более выигрышным. Но тем не менее, многие мне написали, а зачем? Это странно, но и многие прошлись в комментариях. И могу сказать, что да, нужно быть фэшн-смелыми, нужно подгонять одежду под себя, нужно подворачивать там, где хочется подвернуть, не подворачивать там, где не нужно подворачивать, потому что нам вот и так красиво. И для этого нужно действительно обладать фэшн-смелостью, но при этом понимать, что как в случае с маской белой на лице, нам будет привычно видеть на людях белую маску, мы ее воспринимаем более спокойно, она почти уже кажется многим из нас красивой, просто потому, что мы с детских лет знаем, что да, белые маски, они белого цвета, точнее маски, а не белого цвета. И вот также мы должны понимать, что не все смогут воспринять наши фэшн-эксперименты, которые мы делаем благодаря нашей фэшн-смелости, не все могут воспринять их как нечто красивое. Хотя, может быть, пройдет время, именно нас будут копировать. И когда я говорю нас, я имею в виду нас фэшн-смелых, нас тех, кто так или иначе хотя бы иногда хочет оказаться в авангарде моды и оказывается там. Я вообще считаю, что люди могут и должны выглядеть по-разному. Бывает, сегодня хочется одним образом выглядеть, завтра хочется совершенно другим, и мы имеем на это полное право. Ну что ж, мои прекрасные зрители, на сегодня это все. Не могу не сказать, что впереди нас ждет много чего интересного. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok